Представьте, что вы родились старым и всю свою жизнь становитесь моложе. Вы видели этот фильм, не так ли? Бенджамин Баттон преподал нам несколько ценных уроков. Когда мы становимся старше, наше тело меняется. Наши привычки, наши симпатии и антипатии, наш эмоциональный интеллект. Все это меняется со временем. Но что же такое старение и почему ему подвержены все живые существа на планете? С самого детства нас спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Редко кто отвечает, я хочу быть стариком. Однако, как однажды сказал Граучо Маркс, все мы становимся старыми, если нам достаточно повезет. Представьте себя через 20 лет, как вы будете выглядеть. Возможно, на вашем лице добавятся морщин. Я готов поспорить, что вы представили себя похожим на мать или отца. Вы склонны использовать наших предков в качестве образцов того, как мы будем выглядеть в старости. Тем не менее, генетика отвечает лишь за 30% особенностей нашего старения. Мы не на 100% обречены на те же проблемы со здоровьем или те же модели старения, что и наши родители. Это всего лишь миф. У вас есть реальный контроль над тем, как стареет ваше тело. Начнем с того, что старение происходит на клеточном уровне. Вы начинаете стареть с момента своего рождения. И вы продолжаете стареть каждый день своей жизни, даже пока вы смотрите это видео. Но большая часть того, что нас старит, связана с нашим взаимодействием с внешними факторами. Средой, в которой мы живем, пищей, которую мы едим, физическими и когнитивными процедурами. Все это имеет значение. Возможно, Майя поможет нам лучше понять это. Майя родилась здоровым ребенком. Умным, любопытным и счастливым. В детстве и юности Майя находится на так называемой восходящей кривой развития. Ее мозг и кости растут в полную силу. Наш мозг меняется вплоть до 20 лет, поэтому полезно давать ему дополнительные стимулы, чтобы гарантировать его наилучшее развитие. Хорошо, что Майя с детства работала волонтером в местном приюте для собак. Исследование показывает, что благотворительность замедляет когнитивный спад. Другими словами, она дольше сохраняет ваш мозг здоровым. Изучение новых вещей, например, нового языка, также полезно в этот период жизни. Оно повышает мыслительные навыки и умственную гибкость и замедляет старение мозга. И вот вам исполняется 30 лет. Предположительно, наступает лучшее время в жизни – десятилетие, когда уровень счастья возрастает. Но именно в это время метаболизм Майи начинает снижаться на 2-3% каждые 10 лет. Примерно в это десятилетие она начнет терять и мышечную массу. Так что занятия йогой или упражнения на развитие мышц будут лучшим противоядием. Раньше Майя не интересовалась здоровым питанием, но теперь оно станет приоритетом. Она начнет есть то, что поможет ускорить метаболизм. Например, имбирь и другие продукты. В 40 лет тело Майи начнет уменьшаться. Каждые 10 лет после 40 лет мы теряем примерно сантиметр своего роста. Это происходит из-за изменений в костях, мышцах и суставах. Полностью остановить этот процесс невозможно. Но физические упражнения помогут его немного замедлить. Когда Майи будет 50 или 60, ее взрослые дети разъедутся. И она станет чувствовать себя свободнее, чем в последние несколько лет. Но ей придется смириться с некоторыми физическими ограничениями. У нее ухудшились зрение и слух. Треть американцев в возрасте от 60 до 70 лет теряют слух. Но очки и слуховой аппарат успешно решают проблему. Кожа Майи потеряла эластичность, поэтому морщины очень заметны. Она иногда жалеет, что не пользовалась солнцезащитным кремом в молодости. Но, с другой стороны, Майи нравятся ее седые волосы. Пока Майя спокойно принимает изменения, некоторые ее друзья обращаются к новейшим технологиям, чтобы замедлить или даже обратить вспять старение своего тела. Люди живут в среднем 90 лет, что, как по мне, довольно много. Рекорд по продолжительности жизни составляет 122 года и 164 дня. Его установила француженка Жанна Кальман. До недавнего времени самым старым из ныне живущих людей была другая француженка Люсиль Рандон. Она дожила до 118 лет. Может, во Франции добавляют в воду эликсир долголетия? Новые технологии обещают, что все больше людей смогут доживать до 110 или 120 лет. Однако остаются вопросы – зачем жить так долго? И должно ли человечество стремиться к этой цели коллективно? Увеличение продолжительности полноценной жизни людей – одно из важных направлений в медицине. Вместо того, чтобы просто увеличить продолжительность жизни человека, то есть количество лет, которые он проживет, медицина пытается повысить качество жизни. И нам не нужно переноситься в далекое будущее, чтобы сказать, что мы живем дольше, чем раньше. Сто лет назад продолжительность жизни в США составляла около 53 лет. Так что да, сейчас мы живем дольше. Если вы посмотрите на старые фотографии, то увидите, что люди сегодня выглядят намного моложе, чем несколько десятилетий назад. Заглянув в выпускные альбомы 70-х годов, вы заметите, что 19-летние молодые люди выглядели на 30 или даже 40 лет по нашим современным стандартам. Исследователи из Ельского университета и Университета Южной Калифорнии выяснили, что мы дольше остаемся молодыми. Их результаты показывают, что с начала 1990-х до конца 2000-х годов 60 лет стали новыми 56-ю годами, а 40 лет стали новыми 37-ю с половиной. Согласно книге доктора Моргана Левина «Настоящий возраст», человечество находится на пороге замедления процесса старения. Левин говорит, что у нас есть два возраста – хронологический, который соответствует цифре в паспорте, и биологический. Это означает, что вам может быть 30 лет хронологически, но 25 или даже 35 лет биологически. Биологический возраст определяется тем, насколько вы здоровы. Это повод задуматься. Как у вас обстоят дела с физическими упражнениями? Насколько здоровое у вас питание? Удается ли вам поддерживать режим низкого стресса? Кроме того, ученые выявили очень специфический тип клеток, которые, по их мнению, ответственны за старение человека. Они известны как клетки-зомби. Под воздействием стресса эти клетки теряют способность к репликации. Но вместо того, чтобы покинуть систему, они остаются в нашем организме. Они не воспроизводятся и заставляют наш организм стареть все больше и больше. Ученые проводили эксперименты, пытаясь удалить эти клетки-зомби из организма людей. Но пока не удалось доказать, что это может остановить старение. Другую ставку сейчас делают на бустеры NAD+. Наши клетки состоят из сотен частей. Все эти части постоянно разрушаются, очищаются и восстанавливаются. Но с возрастом этот процесс становится менее эффективным. Мы производим все меньше так называемого кофермента NAD+, саморегулирующиеся части нашей клеточной структуры. Он напоминает нашим клеткам об их репродуктивных функциях. Когда нам 50 лет, у нас есть примерно половина того NAD+, который был у нас в 25 лет. Низкое количество этого кофермента связано с целым рядом заболеваний и самим процессом старения. Возможно, увеличив его количество, мы сможем замедлить процессы разрушения организма и увеличить продолжительность жизни. Вот забавный факт. NASA заинтересовалась этими технологиями и хочет обеспечить ими своих астронавтов во время будущих полетов на Марс. В конце концов, они будут подвергаться воздействию большого количества радиации, которая повлияет на их молекулярную структуру и структуру ДНК и, возможно, ускорит старение. Мы никогда не сможем жить, как Бенджамин Баттон, но, похоже, научные достижения помогут обеспечить нам, людям, здоровье и долголетие.